привет всем сегодня у меня пересадка цимбидиума он все никак не хотел отцветать вот последний цветонос еще целый я его уже отрезала поставила воду и приготовила растение к пересадке вчера я обрезал цветоносы чтобы подсохли срезы вот эти срезы тут уже пошли новые росты вот один рост я пока вижу других ростов я пока не вижу но как раз этой страны цветонос отцвел быстрее поэтому уже пошел новый рост вот эти цветоносы цвели дольше из новых ростов пока я не вижу но они конечно будут вы видите что растение уже буквально выпрыгивает из горшка поэтому приготовила его другой горшок выбор горшка в общем-то был долгим таким процессом этот выбор в итоге я пришла к выводу что я буду пересаживать растение в пластиковый горшок вот в такой в котором я сделала дырки и паяльником естественно наш большой друг паяльник вот такой вот горшок он высокий сейчас я его покажу лучше так я поехала в нашу японская нерсери теплицу с твердым убеждением что я должна купить керамический горшок такой же красивый как у меня был только больше размера но я когда взяла в руки горшок вот из такой толстой глины в руки я поняла что мне будет очень трудно его просто поднимать это очень тяжелые горшки вот еще в таком размере еще ничего но если размер вот приблизительно такой то горшок просто неподъемный очень тяжелый но то что они дорогие это отдельный разговор но я бы купила один горшок для своего любимого цимбидиума но когда я его подняла я по и поставила быстро назад решила что не нужно с этим связываться купила пластиковый горшок пластиковый горшок мне нужен был именно высокий и не очень широкий вот я как раз и нашла высокий горшок он побольше этого горшка поэтому я позабочусь о том чтобы субстрат был более воздушный менее влагоемкий сразу напомню слова джорджа хардфилда нашего знаменитого гроувера цимбидиумов в северной америке он говорит что если вы выращиваете цимбидиум в домашних условиях относитесь к нему как к эпифиту а не как к тирестрил не как земляной орхидеи потому что цимбидиум любит много удобрений и для того чтобы дать ему много удобрений нужно его часто поливать чтобы его часто поливать субстрат должен быть не влагоемкий тогда вы можете его поливать хоть каждый день и он получит много удобрений тогда большое питание не нужно давать ему концентрированное удобрение удобрения должны быть хорошо разведены но при этом он должен получать их часто в этом в общем то и секрет выращивания цимбидиума в домашних условиях концентрированное удобрение особенно если там много мочевины могут просто повредить корни поэтому удобрение конечно лучше брать без мочевины но субстрат должен быть воздушным чтобы часто его поливать и так я подготовила уже собственно из угля для орхидеи это специальный уголь для орхидеи сосновая кора для рептилий также я сюда добавила архиату средней фракции и тут еще есть галька речная галька но вот это вот большой кусочек вообще еще мельче галька вот такая вот вот буквально вот такие кусочки гальки здесь есть то есть это субстрат состоящий из четырех составляющих четырех компонент это кора для рептилий она более влагоемкая вот так вот она выглядит рыженькая такая архиата которая вот такая вот темная очень жесткая не влагоемкая уголь для орхидей и меленькая галька который очень трудно здесь найти у меня в субстрате но вот я нашла один кусочек вот такой вот это галька которая будет делать субстрат более тяжелым чтобы растение хорошо сидел горшке для того чтобы вытащить из керамического горшка это цимбидиум я использовал вот такой вот кухонный нож который я никогда не использовала в хозяйстве просто так получилось что откуда-то у нас вот этот нож который очень тупой для того чтобы использовать его на кухне но я его сохранила чтобы использовать для пересадки я продавила субстрат ножом вниз по всей длине горшка по всей высоте горшка продавила со всех сторон и в общем то теперь уже субстрат достаточно такой свободный можно легко достать орхидею из горшка и сразу покажу название своего цимбидиума так я уже достала вот такое название 7 беде цимбидиум и страна винт это гибрид очень оказался послушный очень легко за цвета цветущий ну конечно понадобилось два года чтобы зацвести но все-таки он достаточно хорошо адаптировался достаточно легко и что еще хотел сказать когда я сажала цимбидиум в этот горшок у него было только одно направление развития сейчас четко видно что у него два направления развития и я поэтому выбрала горшок пошире чтобы у него было куда идти старые бульбы я убирать даже не знаю буду ли я сейчас когда достану орхидею горшка я посмотрю нужно ли убирать старую бульбу из горшка вот она уже такая темненькая если я смогу как-то аккуратно ее вырезать то я ее вырежу сейчас я растение достану с горшка покажу корневую систему и как раз и посмотрю можно ли убрать вот эту бульбу она уже старая ну вот я освободил растение из горшка тут уже видно что идут новые свежие корни после цветения уже начали везде пойти новые корни у гибридных цимбидиумов достаточно легко ветвятся корни поэтому если корни плотные то не него не убирайте их они вполне могут разветвиться и что я хотел бы сказать пора пригрызания корней я беру достаточно большой горшок у меня прекрасно вот этот весь ком уместится мой новый горшок поэтому я ничего обрезать не собираюсь если корней много то можно обрезать вообще надо мной бы посмеялись профессионалы которые пересаживаются видео мы просто таким способом они отсекают вот как нам джордж хардфилд рассказывал они отсекают 2 3 корней оставляют только одну треть и сажают их они говорят что сейчас я буду мучиться укладывать эти огромные корни в горшок и я помню просто легче их просто отрезать секатором отсечь и посадить растение как мне удобно в новый горшок ну в домашних условиях это не всегда проблема много корней я все равно пересаживаю большой горшок с видео ничего я трогать не буду я просто вот немножечко отряхну вот эту землю промывать мне субстрат не нужно у меня очень хорошая была посадка до этого она была произведена год назад я просто освобожу вот от этой от этого субстрата посмотрю если гнилые корни но я вот смотрю все что я вижу снаружи это плотные хорошие корни никаких проблем я с корневой системы не вижу конечно при когда я доставала растение из горшка некоторые корни повредились но ничего страшного они разветвятся и будут опять расти я даже вот вижу здесь сейчас вам покажу вот здесь вот на старом корне выстрелил новый корешочек вот они прекрасно ветвятся гибридных это у природных цимбидиумов корни не ветвятся они растут вниз а у природных они прекрасно разветвляются я сейчас просто отряхнул старый субстрат в субстрат я обязательно добавлю немножко органических удобрений я кажется как я поняла они называются на русском костная мука мне подсказала лидия беднякова который смотрит мой канал спасибо и за это вот она мне подсказал что это костная мука и вот эти удобрения я добавлю это просто удобрение долгоиграющие удобрения для именно вот для земляных орхидей они прекрасно подходят так субстрат я уже показала что я еще хотела бы сказать что на дне горшка я положила керамзит все дно выставлено керамзитом сейчас я вот растение помещу в этот горшок вы видите как сколько много я дырочек сделала я думаю что это вот как раз будет очень хорошо для цимбидиума который у меня через две недели после посадки пойдет на улицу итак я освободила корни полностью от субстрата и уже растение наполовину посажено у растений обнаружилось обнаружились рост из двух сторон вот с этой стороны беленький рост у основания цветоноса и с этой стороны другой рост который уже зелененький он уже давно развивается к сожалению при пересадке я обнаружила очень неприятные подробности о своем растении когда я отрезала старую совсем бульбу я обнаружила вот такое вот пурпурное кольцо на старых бульбах присутствует грибок фузариум я отрезала старую бульбу ту которая была черная и вот эту бульбу с фузариумом кстати вот эту бульбу я не собираюсь выкидывать я хочу ее подсушить и посадить просто хочу понаблюдать как что будет с этой бульбы мне просто интересно растение я не стала кромсать дальше потому что если кромсать дальше то тут просто ничего не останется будем надеяться что растение справится с этой проблемой само это как раз тот случай когда можно понадеяться на иммунитет растения я конечно расстроилась но что поделаешь грибок фузариум менее опасен чем любой вирус он вполне с ним можно бороться я постараюсь ухаживать правильно за этим растением дать ему достаточно света тепла воды чтобы он справился с этим грибком после пересадки поливать я не буду дня дня два потом я пролью его физаном 20 который является как раз против грибковым средством и вынесу растение где-то через неделю на улицу где она будет стоять в полутени сейчас я добавлю долгоиграющие удобрения вот такие вот долгоиграющие удобрения составом 11 2 12 это для роста именно для роста и развития растения я добавлю столовую ложку этих удобрений по окружности горшка добавлю вот такие вот удобрения одну столовую ложку будет достаточно потому что я все равно буду плевать и одну столовую ложку костной муки я добавлю для роста корней это самое лучшее средство для роста корней сейчас я добавлю субстрат и уже окончательно посажу это растение покажу окончательный результат сразу замечу что когда я посадила горшок в горшок растения я пальцами вокруг по окружности проминала субстрат проминала субстрат вот так вот так по окружности чтобы субстрат вошел в корни под корни это как раз растение которое любит такой утрамбованный субстрат здесь воздушных карманов оставлять не нужно и вот как раз такими обжиманиями по окружности я выдавила субстрат в корни когда я заполню горшок субстратом я чуть-чуть приподниму растение чуть-чуть и тогда еще раз обожму ну что же я вернусь и покажу окончательный результат будем надеяться что мы растение справится с проблемой которые вот я сейчас обнаружила и так растение пересажена обрезала все что смогла новый рост здесь у основания у нас вот и наверху его видно хорошо другой рост немножечко утоплен но он тоже наверху я под него положила уголь здесь он есть новый рост вот он беленькие основания и хочу еще раз показать как выглядит фузарю вот так выглядит старая бульба вот такой вот бордово коричневый цвет так я срезал старую бульбу когда я увидела вот этот цвет бордовый я стала осматривать срез и обнаружила вот такое кольцо кольцо на срезе вот это я тоже удалила и потом я резала пока я уже не увидела чистую ткань хотя конечно совершенно точно я знаю что фузариум будет у этого растения по всей видимости этот фузариум жил на этом растении самого начала поэтому он у меня в общем-то поначалу так очень плохо развивался этот цимбидиум потом она креп вот здесь как раз это тот случай когда можно надеяться на иммунитет растения фузариум не считается смертельным заболеванием хотя конечно тяжелым на срезе цветоносов вот на цветоносах на срезе никаких бордовых пятен нет это вот старые цветоносы которые я обрезал вчера я сегодня их рассматривала ничего бордового нет эти срезы на срезах именно бордовое кольцо это в районе бульб и рядом с корнями теперь мне хотя бы понятно почему он так долго у меня в общем-то восстанавливался после первой пересадки при первой пересадки я ему ничего не отрезала поэтому я не ничего конечно не видел ему нечего было отрезать это было очень маленькое растение это вот теперь я уже обрезал старые бульбы и увидела вот эти вот кольца ну что ж нам теперь нужно надеяться на то что это растение справится с этим грибком я чем могу ему помогу а чем можно помочь это хорошее освещение правильный полив хорошая вентиляция воздуха и пролив физаном больше ничего я сделать не могу все остальное будет зависеть от того как будет развиваться это растение вот и все об этой пересадки всего вам доброго здоровья в первую очередь вам и конечно вашим растениям